Самвел Карапетян приехал в Ульт-Ягун еще в 90-х. И хоть по факту чиновником не является, жители поселка видят его руководителем спорткомитета. Потому как на его счету десятки, если не сотни, обитых порогов с документами на строительство хоть какого-нибудь спортивного помещения. На сегодняшний день маленький домик, который выглядит как землянка с жестяной крышей, является для сельчан стрелковым тиром, залом тяжелой атлетики, татами для борцов, теннисным полем и даже фитнес-центром. Местная школа, в свободное от уроков физкультуры время, тоже помогает помещениями. Есть школьные два зала. Один побольше, другой поменьше. Там мы и занимаемся с ребятишками и с населением взрослым. По сегодняшний день продолжаются занятия. Наборы идут у нас в школу. Тренера готовят будущих спортсменов и будущих, скажем так, участников, которые пойдут к нам на занятия. Сколько вы ждали этот спортивный зал? Ой, это однозначно очень сложно ответить. Сколько я себя здесь помню. Я здесь уже 18 лет и все 18 лет мы это и ждем. И наконец-то, наконец-то мы его дождались. В разное время при разном руководстве бюджет несколько раз склонялся в сторону спортучреждения. Однако всегда находились какие-либо «но». То кризис, то другие приоритеты. Глава района, новый, который два года уже не обещая ничего. Я не хочу, конечно, обидеть предыдущих. Они тоже ничего не обещали, но старались. Говорили. А вот пришел новый глава. И тут же оно «пожалуйста». Жители просят и бассейн, и велотрек, и боулинг. Но не все сразу. Много любителей футбола и волейбола. Для них новый зал будет идеален. Построят его по типу так называемых быстровозводимых объектов. Объект, в общем-то, несложный. Ростверк мы уже сделали. Следующий этап – все металлоконструкции заказаны на заводе в Екатеринбурге. Хороший объект будет? Хороший. Объемный 18 на 32 метра игровой зал. Это сейчас кажется так небольшой по фундаменту, а когда уже будет в натуре все стоять, колонны и все прочие стены, тогда будет казаться очень большим. Высота 8 метров. Начнем уже по благоустройству. То есть площадки, подъезды. И затем переходим на отмостку. И последний этап – это же бригада, а не бетонщики, плотники. Сразу переключаются на полы. Пока верстался сюжет, стены спортзала уже привезла специальная бригада и начала их собирать, как пазл. На все вместе с крышей отведено три недели. Это значит, что к концу осени спортсмены и администрация Ультьягуна уже смогут перерезать красную ленточку. Дай бог им выполнить все планы и финансовые планы будут. Все сверст сочется, звезды сошлись. Решение было принято у нас построить спортивный зал, который как воздух нужен был Ультьягунцам. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Продолжение следует...